Да, две сестры, одна онкобольная, другой 80 лет. Ну, мы пошли обход с ним. Это какое число было? Это 8 января, 4 ноября. Какого года? В том году, 16-го. Да. Вы пошли проведать? Да, помогнуть, привезли уголь сестре. Мы пошли. Я его, если бы знала, им так не хотели идти. А я говорю, Владик, ну кто поможет тетям? Ну, пошли. Ну, он пошел вперед, а я, мы все время там ходили. Наверное, с мая месяца. Это где-то здесь? Это мы проходим посадку в сторону Марьевки. Потом проходим, раньше там были дачные участки. И мы по центральной дороге дачного участка. Мы идем прямо, выходим к сестре. И это случилось метров 50 от сестры в огороде. В ее огороде? Да, считай, ее огород тут. И он пошел вперед. А я сзади. Отстала, по собачку вела ей сестре. Поймала собачку тут. Ну, вела. Она вырвалась. А она говорит, забери ту собаку. Я только отстала немножко, чую взрыв. Вела, ну, она вон стоит. Я подхожу. Я, видно, так держится за глаз, ну, за лицо. А я подхожу, потому что у него с глазов с этой че. Кров, с рота кровь бежит. Вон тут рука. Вот тут ранена. Вот тут ранена. Тут, вот тут. Ой, боже, я там, ты того орала, что? Я тебе передать не могу. Это растяжка была, то есть ее... Растяжку поставили. Они увидели. Они нас с террикона увидели. Что мы там ходим по той тропиночке. Ну, поставили растяжку. На конус. Говорит, это ополченцы. Ну, какие ополченцы? Ополченцы туда никуда не ходят. То есть, когда до этого случая, когда, там, за несколько дней, за два, за три, вы проходили и было все в порядке? Да, я была вот два дня назад проходила. Перед тем, как случится, я прошла, с хутора сама шла. Потому что он работает же, на Золотовской шахте работает. Я проходила, ничего не было нормально, все прошло. А тут, и еще так, что он близорукий сам. Если бы я, может, вперед пошла, может, я увидела эту растяжку, а он, нет. И случилось такое. Остался инвалидом на всю жизнь. Какую вам группу дали? В третью. В третью. В третью группу, да. Ну, у него стажа много. И две пятьсот. Вот, так еще четыреста рублей удерживают. За что? На армии. А не налог. Какой может быть подоходный налог на пенсию? На инвалидские. Когда это все случилось, куда вы обращались? Ну, сразу мы отправили его в больницу, сразу. Я побежала. Ну, тут же недалеко от сестры, где случилось, магазин. Я побежала в тот магазин. Девочки вызвали, продавцы, вызвали скорую. Но мы скорую не ждали. Тут приехал мальчик с родины. Он говорит, не расстраивайтесь, я сейчас отвезу и буду везти его. Скорую вызвала. Говорит, я еду навстречу, с Лисичанской выезжает. И сестра села, у меня не было паспорта. Сестра села, поехала с Вадиком. И встретили они на переезде, на родине уже встретили. Скорую, скорую я забрала. Затем проезжала АБСЕ ко мне. Потом милиция не проезжала, приходила к нему туда в больницу. Следователь была. Ну, Красный Крест проезжал. Красный Крест две с половиной тысячи дал. И не знаю еще какая организация. Две тысячи, по-моему, и все. От государства вы что-нибудь хотите? Ничего, ни рубля не получили. Он дома был в ноябре, декабрь, январь. В январе он взял отпуск, два месяца был в отпуске. Сейчас работает он. Работал замначальника участка он на золотом. А в последнее время он горным мастером на поверхности. Шахты был. А если бы он работал в шахте, он бы уже в январе месяце, в 18-м году пошел на пенсию. А теперь ему надо работать до 50 лет. Потому что не хватает подземного ставжения. Он 24, а надо 25. Когда вас привезли в больницу, то есть там были какие-то операции? Да, операции долго были. Это он приехал, привезли его, случилось в 8 часов утра. Привезли туда ему около 10. Сразу его оперировали. Сначала осколки вытягивали с тела. А затем забрал его в другую больницу. Привезли, забрал глазник, окулист. Там долго операция была. Но операция длилась тоже часов 6, наверное. Все, пока все осколки. А так с челюсти так и не достали. Осталось, ел 2-3 месяца через трубочку. Только все протертое, все жидкое. Досталось глаз. Зашили ему глаз и веки. Туда, в середину. Это постоянно у него чесалось. Постоянно выделение. Я 3 месяца промывала глаз, закапывала. Уже приехал он домой. Досталось долго и нудно. Нам эта война хорошая ничего не дала. И сейчас такие обстрелы. Эту ночь только тихо было. А то снаряды лежу на кровати и смотрю, факел полетел. На Маревку или с Маревки. Достается нам. Вы все операции тоже сами оплачивали? Нет. Бесплатно. Нам платно только в Одессе. В Одессе. Да. И дорога дорогая и там. Вин дают, я не знаю, чек дают. Я оплачиваю, лекарства. Все, 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 все до копеечки. Анализы, рентген. Это все, все платно. Может быть, частная клиника? Нет, у Филатова. А она сейчас не на государственном бережу, а частная в клиниках. Да, но в тот момент, пока он лежал в Лисичанске, да, то есть, ну, как бы, клиника не брала ничего? Ну, так некоторые лекарства, если их нету наличия, я хожу в аптеку, покупаю. Ездил он, мы посоветовали ему в Днепропетровск. Он съездил в Днепропетровск, там живет сестра, отвела его в госпиталь или в больницу Шалимова. В ту больницу они посмотрели и сказали, нам тут делать нечего, только в Одессу. Мы тут ничего не сделаем. А тут тоже операция длила 4 часа. Дуже поврежденные глаз. Ну, это я же скажу, глянула. Что с челюстью? То есть, на осколок остался, он ему... Удалять не будет. Нет, он пока, говорит, не тот... Ну, челюсть была же перебита, осколок там. Он же ходил, дед, ему делали гипсовые повязки, и он ходил, этот гипсовый глаз закрытый. Ой, кошмар, кошмар, срек, белой ночи. Ну, ничего, все пережили. Говорят, время лечит. Ой, ничего, хорошего, конечно. Да ты наскаличила, я так забылину, что я и не настояла. Настояла, пошли, надо было ныты. Но себя не нужно винить, потому что это та ситуация, которую сложно прогнозировать. Да. Если бы не сегодня, не завтра. Да, и парня, соседа нашего там с хутора, где я жила. Да, мы сейчас к нему пойдем. Это тот, который Менделеев... Вторая вольная. Вторая вольная.